Всем привет дорогие друзья, с вами Ректабест и сегодня вас ждет сочный соло контент из 758 королевства, где я буду обнулять жирные цели от 2 миллионов войск. У всех будут Т4 и у кого-то даже Т5. Да, представьте и такое бывает соло цель с Т5 войсками. Вот сейчас как раз таки я и пытаюсь ее обнулить, там больше 3 миллионов войск, Т5 там не так уж и много, по 100 тысяч каждого, много Т4, ну и сейчас я тестирую фалангу. Важно знать чем в него заходить. Надеюсь там будет не пехотное построение, потому что кавой бить его совсем не хочется, тем более там больше всего стрелков. Вот стрелковое или кавалерийское построение меня вполне устроит и туда и сюда я буду заходить именно стрелками. Но мне прям вообще повезло, смотрите в больницу после атаки и засадок пошли у него кони, значит там либо кавалерийский клин, либо кавалерийская фаланга. Это прекрасный знак, сейчас буду выходить стрелками. Прожал все возможные бусты, заюзал даже бустик на атаку 70%, ну и должен вносить колоссальное количество урона, возможно даже пронесу всю кавалерию первым ударом. Помните атаку по цели с 7 миллионами войск, там я вынес почти 50 миллионов силы, но здесь все же поменьше. Тут я даже двадцатку не вынес, потому что убил половину коней и далее уперся в пехов. Там все же кавалерийский клин, к сожалению. Кавалерийскую фалангу было бы гораздо проще обнулять, потому что после пробития передней линии пехота била бы в стрелков. Но а так получится, что пехотой мне придется бить в пехоту и урона будет значительно меньше. Но опять же мне повезло с тем, что он на полной ферме и в любом случае я буду каждой атакой его поджигать. Еще минус 16 миллионов силы, почти добил всю кавалерию, там осталось совсем немного кавы и пока что пехотой выходить рановато. Там осталось примерно 50 тысяч кавалерии и нужна контрольная стрелковая атака, после которой можно будет спокойно заходить пехотой. Ну и опять же упираться в пехов. Ммм, кстати забавный момент, смотрите, похоже тогда я этого даже не заметил. Я поменял соляночные таланты на те же самые соляночные, то есть по факту ничего не изменилось, просто потратил тысячу самоцветов впустую. Но тогда я видимо сильно торопился и был уверен, что у меня стояли стрелковые таланты, они у меня обычные стоят на аккаунте, но видимо до этого я кого-то такого же жирного обнулял. И в итоге таланты не поменял на стрелковые, остался на солянке и потом просто на автомате сменил таланты на те же самые. Окей. Залетая уже в остатки его пехоты и стрелков, пехота там еще в небольшом количестве осталась, у противника уже не 700, а 650 миллионов силы, еще несколько атак и он закончится. Это пожалуй единственная цель в этом королевстве с Т5 войсками, которую мне удалось обнулить в соло. Вообще не так часто встречаются цели с Т5, даже для сборов, но хотят в последнее время все же чаще, чем это было раньше, потому что уже многие миллиардники давно открыли Т5, ну и хотя бы по 100 тысяч их имеют. Кстати, пока не забыл, хочу сказать, что скоро будет КВК Охотников, КВК на 4 королевства, оно пройдет в субботу в 2 часа дня по Москве, в 14.00. Обязательно будет стрим, поэтому всех приглашаю, будет интересно. В XAX я не полечу, во-первых, потому что я жирный, во-вторых, у меня слишком много ресурсов на руках, а именно по 3 миллиарда каждого. Поэтому КВК я буду проводить в гильдии JVT вместе с Ксингом, половим форпостом, посборим эти цели без лидера, также повоюем в соло, ну будем действовать по обстоятельствам. Но сейчас просто смотрите, что я нашел. Это просто подарок, такого не бывает, вы просто посмотрите, что в этом маленьком уле находится. Там 9 замков, и все они с войсками и лидером, причем войск довольно много, от 2 миллионов в Т4 плюс Т2 до 4 миллионов, и даже вот одна цель для сбора. Вот, кстати, скажу сразу, мы ее так и не обнулили, потому что она ушла под щит, но вот со всеми остальными замками разобраться удалось. Это, скорее всего, аккаунты одного человека, и он забыл на них на всех обновить щиты. Огромное ему спасибо, сделал мне контент на полноценный ролик с бомбезными отчетами, и сейчас вы все увидите. Я даже не постеснялся использовать буст на 70% атаки армии, он действует 5 минут, возможно, мне даже его и не хватит, потому что на каждую солоцель мне потребуется, ну где-то, как минимум, 3-4 атаки. Вот, не знаю, смогу ли я уложиться за 5 минут или нет, но вот сейчас посмотрим. Первая цель 300 миллионов силы, полная ферма, вот я не угадываю с фаланг, залетаю стрелками в пехотный клин, проношу меньшую часть пехоты, ну и дальше логично было бы выйти, наверное, кавой, но мне уже лениво менять талант и менять шмот. Вот, пофиг, выхожу луками, прожимаю ботинок, и, в принципе, неплохо так удается его продамажить. Минус 900 тысяч войск, минус 20 миллионов силы, я убиваю большую часть кавы, кстати, я даже не ожидал, что так получится, то есть до этого я пронес меньше половины пехов, а сейчас мне удалось быстренько добраться до кавы и внести приличное количество урона. Ну и вот теперь уже можно выходить без лидера, потому что вторая атака, точнее, это уже третья атака из стрелков, точно закончит с его пехотой и кавалерией, и пехота спокойно уже бьет по лукам и забирает лидера. Следующая цель немного попроще, войск там, по сути, немало, 2 миллиона 700 тысяч, но гораздо меньше Т-4, из Т-4 там, по факту, только одни стрелки, 125 тысяч. Пехоты Т-4 нет вообще, поэтому нужно точно бить стрелками, пофиг на фалангу, даже в пехотную урона будет много. Да, так и получается, миллион 300 тысяч я вношу в пехотную фалангу, минус 18 миллионов силы, я проношу большую часть пехов и кавы за один удар, но теперь нужно выходить снова стрелками и после этого бить пехами без лидера. Вот на этой цели я не потерял ни одного Т-4 воина в гроб, а делался небольшими потерями среди Т-2, то есть потерял только подушку. Очень бюджетные фраги, размен идеальный, вот так вот быстро в этом королевстве набираются киллы. У меня уже почти 3 миллиарда киллов, конечно, соло-контента получилось слишком много, я даже не знаю, стоит ли все выставлять. Наверное, нужно выбирать самое интересное, или мне придется выпускать видосы чисто под музыку и уже их просто не озвучивать, это будет не очень интересно, но можно, в принципе, несколько таких вариантов сделать. Вот здесь уже побольше войск, по 500 тысяч каждого Т-4, суммарно 3 миллиона армии, и вот в этой ситуации лучше прочекать фалангу, чтобы было приятнее заходить первой атакой, ну и, соответственно, быстрее его обнулить с меньшими потерями. В итоге тут не пехотная фаланга, то есть не та, как у его соседей, здесь, видимо, кавалерийская, потому что в больницу пошла и пехота, и кавалерия. Вот когда вы видите, что в больницу идут два типа войск, и вы начинаете думать, какая же там фаланга, если пошла в больницу пехота и кавалерия, то 100% там не пехотная фаланга, потому что когда пехотная, то в больницу всегда идет только пехота, Ну а когда какая-нибудь другая, то может быть такое, что пехота пойдет вместе с теми войсками, которые стоят у него в передней линии. Такое бывает, можно объяснить там, чисто посмотрев визуализацию. Тем временем я уже посылаю вторую атаку из пехоты, потому что первый пронес абсолютно всю кавалерию, хотя там был кавалерийский клин, а не фалангы. То есть тут тоже бывают абсолютно разные исходы боя. Вот допустим первой цели я далеко не всю каву пронес первой атакой, но возможно там просто было больше войск, там была посложнее цель. Здесь все же 7 миллионов киллов, он уж точно на полной ферме. Там еще возможно стояли какие-нибудь военные таланты или полувоенные таланты. Ну или возможно как-то по-другому пошел сценарий боя. То есть это тоже можно посмотреть по визуализации, но я вот обычно визуализацию боев не смотрю. Вот не знаю, напишите свое мнение в комментариях. Вообще интересно смотреть визуализацию интересных отчетов. Конечно все визуализации смотреть это нудное и неинтересно. Что-то спорное, наверное стоит смотреть. Вот допустим здесь был спорный отчет, где я заходил первой атакой. Но он в принципе не совсем-то и спорный, там все ясно. Просто было бы интересно посмотреть и сравнить эту визуализацию с первой целью. Там тоже был кавалерийский клин, но исход немножко иной. То есть там пострадала меньшая часть его кавалерии. То есть скорее всего удар пришелся в два отряда, а потом я уперся в пехов. Может быть я ошибаюсь сейчас. Надо опять же смотреть визуализацию, на пальцах что-то рассказывать такое себе. Так, у меня тюрьма тут забилась. Уже возвращаются узники, которых я ловлю. Поэтому нужно освободить места в тюрьме. Что я собственно сейчас и делаю. Так, нужно забрать лидера от этого игрока, которого я отпустил. И пойти обнулять других. Кстати, буст на атаку у меня уже точно закончился. Нужно будет его обновить. 3 миллиона 700 тысяч войск. Ставки повышаются. Но тут правда 600 тысяч и один осадок. То есть эта цель явно проще, чем тот, который я обнулял последний. Там 3 миллиона, чуть поменьше суммарно. То есть число меньше, но там более качественный состав. Там по 500 тысяч каждого Т4. Здесь Т4 значительно меньше. Здесь тоже тестирую фалангу. И мне снова везет. В больницу отправляется кавалерия. Значит либо кавалерийская фаланга, либо кавалерийский клин. И в том и ином случае нужно выходить стрелками. Стрелками и только стрелками. Хилю больки. И сейчас будет какой-то красивый отчет. Наверное на минус полтора, а то может быть даже и 2 миллиона войск. Ну-ка смотрим. Лям 600. Неплохо. Кавалерийская фаланга. Минус 23 миллиона силы. Кавалерия там вся закончилась. Да. Ну и теперь можно пехотой бить по стрелкам. Вот кавалерийскую фалангу обнулять куда приятнее, чем кавалерийский клин. Ребята, в принципе больше-то и не о чем говорить в этом видео. Сейчас дообнуляю оставшиеся 2-3 замка. Сейчас ко мне еще подлетит Pepsi Star. Будем делить с ним фраги. И на этом все закончится. Друзья, всем огромное спасибо за просмотр ролика. Если он вам понравился, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Также жду ваших комментариев. Всем желаю удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok